сегодня у нас распаковка очередной не так если у нас телефон давно не было телефонов заказывал супруги ридми 6s кажется упакован очень хорошо такой плотную коробку постараюсь быстрее скрыть и вот такой тут такая подарочная коробочка 6 даже был . смягчающий удар вот я спаковал на этому характеристики мы же многие знают глобальная версия мы проверим сколько это глобальная версия вот такой красавец реально выпал очень удобный кстати мне понравилось что мощная батарейка что мы в комплекте имеем как обычную инструкцию на английском языке зарядка зарядка кстати наша не китайская ну и втыкалку это гвоздик и все что наушники где наушников и не нужно я уже заказал чехол и стекло до этой модельки снимаем эту пленку защитную попробую включить завибрировала процесс пошел тут тоже защитная пленка кстати сейчас посмотрим а что примечательно здесь отдельный слот для карты памяти или как да для симки и для карты памяти то есть тут можно пользоваться и карты памяти одновременно и да и двумя симками но что-то пошло так предлагает выбрать язык убираем русский все даст так не понял а вот девочка вперед регион россия соответственно устраивает сейчас я все настроили для включился шла проверка обновлений 61 процент кстати заряда здесь эти очень удобно легкую таком я сравню своим меня redmi 3 до 3 с кстати вот мой вот новый телефон запил практически все одинаково здесь нет кнопочку здесь внизу у меня не присутствует не знаю плюс это или минус так пропустим этот элемент смотрим дальше смотрим дальше на картинке, что здесь первая вкладка тут можно ставить карту памяти и симку, а на вторую только симку это хорошо потому что на моем телефоне можно или одну симку сейчас завершено или карту памяти и симку а, две симки можно или карту памяти и симку так, предлагают ну, синхронизация не произошла потому что у меня нет здесь карты памяти симка не вставлена что-то он тут рекомендует всякие установить программы мы пока это не будем делать ну, на визуальную он очень... а, попробуем сейчас камеру хотя, я не поклонник камер на телефонах решить попробуем сфотографировать этот штрих-код так, этот штрих-код он что-то он как-то фотографировать и не хочет он не, он фотографировал просто он делает это очень тихо так, посмотрим мне неудобно без кнопочек нижних еще раз пробуем делать это поближе даже не знаю, фотографировано или нет он... ладно, не будем потому что он воспринимает штрих-код и пытается его послать вот 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 эти тут характеристики указаны 16 габайт памяти внутренней ну и а, понял фотографировать не на экран нажимаем на экран мы фокусируем и нажимаем сюда так, посмотрим ну, в принципе, неплохо на мой взгляд для телефона так, корзину так, что у нас тут еще имеется пробуем непривычно с этим так, квадрат что такое квадрат а, это вот так что-то снимать панорама а, здесь параметры съемки еще и видео посмотрим видео какое получится фокусировку так, вот, снимаем хватит ну так вот ну видео, кстати неплохое на мой взгляд ну что еще можно рассчитывать не бюджетом смартфоне так ну не знаю стоит ли показывать внутренности потому что смысла нет любое приложение можно установить вот так он довольно шустрый студент какие-то тут по категориям все посложнее чем мой он тоже посложнее побольше тут функций всяких доступно обновления новые загрузим не знаю это долго будет грузиться модель кажется того года шлагодни заказывал со скидкой 4600 кажется вышло ссылка будет на товар в описании плюс ссылка на ипн сервис который я пользуюсь сервис кэшбэк и вам рекомендую привычный выскакивает они не на панель они вот так он тут у меня ну вот каштинка очень качественная камера не отображает немножко притормаживает кинус кстати звук здесь неплохой нашел здесь музыку бизатор всех прав музыка стойная конечно но вот звук звук мне кажется неплохой вполне себе достойный такого аппарата долго выбирала по соотношению цены и качества и все-таки мой выбор остановился на этом аппарате рекомендую ссылку в описании как я уже говорил и не забывайте по соотношению и не забывайте в описании по соотношению